Библейский портал экзегет.ру представляет 25 глава книги «Левит», перевод российского библейского общества, я читаю для библейского портала «Экзегет». У нас уже была глава про праздники, 23-я, и здесь будет продолжение того, как календарь размещают, как в нем выделяют некие священные периоды и сроки, но не дни в течение года, а, скорее, уже года в течение десятилетия. Господь сказал Моисею на горе Синай, «Возвести сынам Израилевым, когда вы придете на землю, которую я даю вам, эта земля должна будет соблюдать в субботу Господню». «Шесть лет засевай свое поле, шесть лет подрезай лозу в своем винограднике и собирая урожай. А на седьмой год пусть будет у земли полный субботний покой, суббота Господня, не засевай свое поле, не подрезай лозы в своем винограднике. Не жни то, что вырастает на твоем жневье, не устраивай сбор винограда в твоем неподрезанном винограднике, пусть в этот год у земли будет полный покой». Полный аналог субботы в жизни человека, то есть один день из шести, из семи день покоя, а у земли один год из семи, год покоя. Покой из субботний год, земля будет давать вам пропитание, тебе, твоим рабам и рабыням, живущим у тебя наемным работникам, и скоту твоему, и диким зверям твоей страны, плоды будут всем пропитанием. То есть не сказано, что ничего нельзя есть, но сельскохозяйственная деятельность всякая запрещена, а что ж тогда делать? Ну, об этом будет дальше в этой главе. Отсчитай семь субботних лет, семь раз по семь лет, то есть сорок девять. И когда пройдет семь субботних лет, сорок девять лет, протрубив рог в десятый день седьмого месяца, в день искупления, Йом-Кипур, о нем говорилось уже выше, мы рассматривали день, когда искупаются грехи израильтян за прошедший год. А здесь такой вот период из 50-й год, да, период из 50-ти лет. Трубите в рог по вашей всей стране, сделайте 50-й год святым, объявите в стране освобождение для всех ее жителей. Это будет для вас юбилей, и каждый из вас вернется к своему родовому наделу, к своей родне. То есть люди за этот период времени вступают в различные отношения, кто-то обеднел, продался в рабство, например, или там задолжал, или продал свой земельный надел, и это все обнуляется на 50-й год. Каждый возвращается там, откуда он родом, вот получает свой родовой надел, возвращение к такому изначальному, в идеале идеальному состоянию. Пусть 50-й год будет для вас юбилейным, вы не должны ни сеять, ни жать то, что само вырастет на жневье. Вы не должны устраивать сбор винограда в своих неподрезанных виноградниках. Это юбилейный год. Пусть он будет для вас священным. Ешьте только то, что само вырастет на поле. Пусть в этот юбилейный год каждый из вас вернется в свой родовой надел. Ну и, соответственно, значит, любая продажа, она временна, она, по сути дела, аренда на срок. Если ты продаешь ближнему свое владение или покупаешь его владение, не обманывайте друг друга. Покупая ближнего владения, отсчитай число лет после юбилея. Тот, кто продает себе свое владение, пусть и считает, сколько лет до юбилея с этой земли можно будет собирать урожай. Чем больше лет остается, тем выше цена. Чем меньше лет, тем ниже цена, ведь он продает себе число урожаев. Земля не продается в принципе. Земля принадлежит Богу, Бог ее дает израильтянам, дает ее по определенным наделам. Но использование земли, право использования земли можно продавать. И вот это здесь и имеется в виду. Не обманывайте друг друга, бойтесь Бога своего. Я Господь ваш Бог. Ну, да, вообще-то целый год не заниматься сельским хозяйством, а есть-то что. Исполняйте мои предписания, соблюдайте мои законы и будете жить на земле в безопасности. Земля будет давать плоды, вы будете есть досыд и будете жить на земле в безопасности. То есть рецепт не в усиленном сельском хозяйстве, а именно в исполнении заповедей. Вы спросите, что же мы будем есть на седьмой год, если нам нельзя будет ни сеять, ни собирать урожай. В шестой год я пошлю вам мое благословение, земля даст урожай на три года. На восьмой год вы будете сеять, а есть будете еще старый урожай. Вы будете есть его до девятого года, пока не поспеет новый урожай. То есть за исполнение заповедей Господь посылает особое изобилие, и урожая хватит очень надолго. На самом деле это вопрос о вере. Вот готовы ли поверить, а при этом они смогут проверить сначала, да, ведь сначала же будет шестой год. Собрав этот урожай, они смогут убедиться, что он велик. Но вот как и в истории Исмана, описано в книге «Исход», когда собирали в пятницу, накануне субботы, и получалось достаточно, чтобы хватило на два дня. Но вот кто-то побоялся, кто-то решил, что это недостаточно, что вот не хватит, и вышли собирать в субботу. Вот, собственно, способ проверить веру, да, вот какой-то конкретный случай, когда можно удостовериться, что это работает или не работает, ну, и повести себя соответственным образом. «Нельзя продать землю безвозвратно, ибо земля моя, вы переселенцы, которым я дал приют». Вот еще раз объясняется это принципиально. «По всей земле, которой вы владеете, и вы должны обеспечить выкуп родовых наделов». То есть, земля принадлежит Богу, но дается племени, роду, семье в пользование, да, и в какой-то момент, если они утрачивают это право пользования, продали свой надел, то они должны иметь возможность его вернуть. «Если собрат твой обеднеет и продаст часть своего родового надела, пусть его ближайший кровный родич придет и выкупит проданное». Эта история в книге Руфь, кстати, описана. Там не то, что обеднял человек, он умер, и кто-то должен был выкупить его родовой надел, соответственно, не было желания, у ближайшего родственника выкупил не ближайший. «Если же у человека нет такого родственника, но он сам разбогател и может выкупить то, что продал, пусть посчитает годы со времени продажи, выплатит покупателю возмещение за оставшиеся годы и возвращается к своему наделу. Если же он не может выплатить возмещение, проданное остается у покупателя до юбилейного года. В юбилейный год покупатель освободит участок, и продавший вернется к своему родовому наделу». Вот такой идеал, да, то использование землей вечное, но уступить право можно, но на некоторый срок, а чтобы не говорили потом, а это, так сказать, давно было, мы уже все к этому привыкли, вот некоторый рубеж, юбилейный год, 50-й год, когда все эти сделки возвращаются в исходное состояние, как бы отменяются. Если кто-нибудь продаст жилой дом в обнесенном стеной городе, то дом этот можно будет выкупить в течение года со дня продажи, все это время выкуп возможен. Стало быть, сделка как бы не окончательна, ну мало ли, вдруг человек передумает. Если же дом в обнесенном стеной городе не выкуплен в течение года, то он безвозвратно переходит к покупателю его потомкам, они не освобождают его в юбилей. Но дома в не обнесенных стеной селениях считаются участками земли, их можно выкупать, а в юбилейный год их следует освободить. Есть городская недвижимость, она по своим правилам, она как бы не совсем земельная, она уже связана с другими какими-то отношениями, а вот дом на поле, это собственно часть этого поля. В левитских городах, то есть особые города, где жили левиты, левитам разрешается выкупать принадлежащие им дома в любое время, в том числе разрешается выкупать у других левитов. Дом, проданный в левитском городе, должен быть освобожден в юбилейный год, ибо дома в левитских городах – это родовой надел левитов среди сынов Израилевых. И пастбище при городах не могут быть проданы, это на веки родовой надел левитов. Ну, соответственно, вот левиты – это особая группа, та, которая занимается служением в Скинии, потом в храме, к ним относятся особо строгие правила святости, но одновременно у них есть эти особо, ну скажем так, благоприятные для них правила выкупа. Вот поскольку они ближе всего к святилищу, то их это касается все в наибольшей степени. Ну, а что же делать? Каждый раз недвижимость продавать, а вдруг ее не хватит? Если твой собрат обеднеет, обнищает, поддержи его и приюти, пусть он живет у тебя как переселенец. Не наживайся на судах, не бери лихвы, то есть процентов. Бойся Бога своего, пусть собрат твой живет у тебя. Не требуй с него проценты за ссуды, не начисляй проценты за пропитание. То есть, дал в долг, получишь назад столько же. В те времена все-таки инфляция была очень низкой. Вряд ли ее совсем не было, но, очевидно, она не влияла так существенно на возврат денег. Но сегодня, конечно, это труднее делать таким образом, потому что деньги все-таки обесцениваются. Я, Господь, ваш Бог, который вывел вас из Египта, чтобы отдать вам Ханаан и быть вашим Богом. Казалось бы, здесь-то при чем? А вот вы вышли как единый народ, и вы должны быть солидарны. Я, ваш Господь, всех богатых, бедных покупателей, продавцов. Вы предстоите передо мной как единый народ, а не как некоторое количество разнообразных субъектов права, которые осуществляют свои всякие замыслы, вступают в разные сделки. Да, пожалуйста, но помните, что вы народ и вы солидарны. Вы не должны распадаться на множество индивидуальностей. Если твой собрат обеднеет и будет продан тебе, а ведь продажа в рабство – это в древности самый радикальный способ решить свою финансовую проблему. Вот ничего не осталось. Дом продал, одежду продал, все продал, но остался сам по себе. А людьми торгуют, значит, можешь себя продать и тем самым своей семье дать деньги для уплаты, там, долга. А беднее ты будет продан тебе, не заставляя его работать как раба. То есть единоплеменников в рабство не берут. Пусть он живет у тебя как наемный работник. Он будет работать на тебя до юбилейного года, а затем уйдет от тебя вместе с детьми, вернется к своей родне, к своему родовому на делу. То есть и рабство отменяется в 50-й год. Все они мои рабы, которых я вывел из Египта, их нельзя продавать как рабов. Они рабы Бога, поэтому человек их в рабство брать не может. Иноплеменников – да, может, они не рабы Бога. Не будь для них жестоким хозяином, бойся своего Бога. Приобретенные тобой рабы и рабы не должны происходить из окрестных народов. Вы можете также покупать переселенцев, живущих среди вас, и членов их семейств, рожденных на вашей земле. Соответственно, иноплеменники разного рода. Они могут быть вашей собственностью. Их вы можете передавать по наследству вашим детям в вечное владение. С ними вы можете обращаться как с рабами, но не будьте жестокими хозяевами братьям вашим, сынам Израилевым. Внутри народа правило солидарности несовместимо с рабством. А ведь это первое самое выступление против рабства как такового. И потом в 18-19 веках, когда в основном христиане будут этим заниматься, будут выступать они против рабства, они будут мотивировать это именно так. Мы единый народ Божий. Нас всех выкупил Христос. Как же один из нас может быть рабом другому? Нет, не может быть такого. Но здесь уже это заложено. Если ты член Божьего народа, то ты не можешь быть рабом другого такого же. Вы один народ. У вас разные отношения. Кто-то может работать на другого, кто-то беден, кто-то богат. Это возможно. Но вы не собственность друг друга. Это невозможно. Если переселенец, живущий у тебя, разбогатеет, а твой собрат обеднеет и продаст себя в рабство этому переселенцу или кому-нибудь из его рода, то собрат твой, который был продан, может быть выкуплен. Его может выкупить один из его братьев, дядя, сын, дядя или другой кровный родственник, или же разбогатев, он сам может себя выкупить. То есть рабство такое, ну, относительно у него собственность, есть деньги, да. Ну, денег тогда, как денег не было, скажем, серебро какое-то, ценное имущество. Пусть он вместе со своим хозяином сосчитает годы с года продажи до юбилейного года. Цена его должна определяться по числу лет, исходя из платы наемному работнику. То есть раб, опять-таки, продает свой труд, как земля не продается, а лишь продается право на его использование, ее использование, так и человек не продается, продается его будущий труд. Он имеет цену, да, труд человека, цену имеет личность человека, и не имеет цены, она бесценна. И при этом определяются платы наемному работнику, да, то есть цена раба и цена наемника, в принципе, одна. Просто по-разному устроены общественные отношения. При выкупе, если остается еще много лет, он должен выплатить за свое освобождение соответствующую этим годам часть цены за продажу себя. Если до юбилейного года осталось немного лет, пусть он рассчитает размер выкупа по числу этих лет и выплатит его за свое освобождение. Но в юбилейный год рабство отменяется, да, это однозначно. Для хозяина он должен быть как нанимаемый на год работник. Хозяин не должен обращаться с ним жестоко у тебя на глазах. А если твой собрат так и не будет выкуплен, то в юбилейный год он станет свободным вместе со своими детьми. Ну, вот тот же самый принцип. Ибо сыны Израилевы мои рабы, они рабы мои, которых я вывел из Египта. Я Господь ваш Бог. И еще раз, вот под рабство была заложена мина, да, потому что даже в римском праве раб – это собственность своего хозяина. Как корова или овца, то же самое, да. У него нет прав, он не субъект права. Здесь он субъект права. Да, у него тяжелое положение, он обязан работать, но он не теряет своей субъектности, он остается личностью, он остается членом Божьего народа. Ну, дальше у нас пойдут, опять-таки, всякие санкции, заодно и награды и некоторые другие подробности ветхозаветного законодательства.